Привет дорогие зрители, сегодня даю вам информации о породе собак. Кляйншпиц, немецкий малый шпиц. Основная информация. Название породы, Кляйншпиц. Страна происхождения, Германия. Время зарождения породы, 1899. Тип, собака-компаньон. Вес, 5-10 килограмм. Рост, высота в холке, 23-29 сантиметров. Продолжительность жизни, 14-15 лет. Цена щенков, от 250 до 800 долларов в США. Оценка характеристик породы. Адаптивность, 4-5, определение, означающее, насколько легко собака может приспосабливаться к изменениям в жизни. Уровень линьки, 5-5 уровень и частота выпадения волос у животного. Уровень нежности, 5-5 уровень и количество нежности и ласки, которую собака отдает взамен на внимание к себе. Потребность в упражнениях, 4-5 уровень дневной активности собаки. Социальная потребность, 3-5, необходимое количество контактов собаки с другими животными, а также людьми. Квартирное соотношение, 4-5, фактор, определяющий уровень шума и иных неудобств, которые собака может доставлять хозяевам в соотношении размера квартиры к размеру собаки. Груминг, 5-5, количество купаний, расчесываний, а также необходимое количество сеансов профессионального груминга, необходимого собаки. Дружелюбность в незнакомой среде, 4-5, особенности поведения собаки в обществе с незнакомыми людьми или в незнакомой обстановке. Тенденция к лаю, 4-5, склонность к лаю и его частоте и громкости. Вопросы здоровья, 3-5, потенциальный уровень состояния здоровья собаки. Территориальность, 2-5, склонность собаки к защите своего дома, двора или даже автомобиля хозяина. Дружелюбность к котам, 4-5, тенденция к терпимости к кошкам и пониженное проявление охотничьих инстинктов. Интеллект, 4-5, способность собаки к мышлению и решению возникающих трудностей, не стоит путать с обучаемостью. Воспитание и дрессировка, 3-5, уровень сложности в обучении собаки выполнять определенные действия. Дружелюбность к детям, 5-5, фактор, определяющий насколько собака дружелюбна к детям, любит ли она с ними играть и терпеть некоторые детские шалости. Игровая активность, 4-5, понятие определяется самим его названием и, как правило, встречается почти у всех собак. Наблюдательность, 3-5, способность собаки определить присутствие чужого на своей территории. Дружелюбность к другим собакам, 4-5, склонность собаки находить общий язык с другими своими сородичами. Кляйншпиц, милая пушистая декоративная собачка, беззаветно преданная и верная, станет прекрасным спутником и компаньоном для тех, кто желает обрести настоящего друга. С Кляйншпицем ваша жизнь обязательно станет удивительней и разнообразней. В трудную минуту, эти собачки всегда заставят вас улыбнуться, в счастливые дни разделят вашу радость. С давних времен представители этой породы были компаньонами великих людей. Они скрасят одиночество любого человека, а в большой семье станут всеми любимы и почитаемы. Кляйншпицы очень любят проводить время с детьми, они с ними веселы и беззаботны. Эти собаки тонко чувствуют настроение хозяина и легко могут подстроиться под него. Кляйншпицы поистине благородные псы голубых кровей. История породы, изображения древних собак, очень похожих на современных шпицев, были найдены во многих местах мира. В Центральной Южной Азии, в Европе, в Египте, в Китае и даже на Мадагаскаре. Следовательно, можно сделать вывод, что собаки данного типа были распространены практически во всех уголках планеты. Поэтому очень сложно предположить точное происхождение данной породы. Многие специалисты-кинологи считают, что предками этих собак были волки. Именно поэтому, даже у Кляйншпица порой может быть очень непростой и серьезный характер. Также не исключено, что предками шпицев были северные собаки. Родиной происхождения этих собак является Германия, потому что именно немцы разработали стандарты для всей группы таких собак, в зависимости от их размера и окраса. Произошло это в 1899 году. Несколько сотен лет назад представители этой породы были очень популярными. Их держали в домах, они выполняли роль домашних любимцев. Сегодня Кляйншпицев держат в квартирах, они выполняют роли домашних любимцев. Внешний вид немецких малых шпицев. Немецкий малый шпиц, песик квадратного формата, компактный, небольшого роста. Голова у него клиновидной формы с широким черепом. Переход от лба к морде умеренно выражен. Морда короткая. Мочка носа маленького размера, круглая, черного либо коричневого цветов. Глаза среднего размера, овальной формы, веки черного либо темно-коричневого цвета. Уши высоко посажены, маленькие, расположены близко друг к другу, треугольной формы, заостренными кончиками, стоячие, подвижные. Шея средней длины, шерсть вокруг образует гриву. Спина короткая, крепкая и прямая. Грудная клетка глубокая, живот подобран, хвост высоко поставлен, загнутый в кольцо, плотно лежит на спине, покрыт густой и пышной шерстью. Конечности прямые, параллельны друг к другу. Шерсть прямая, длинная с густым и плотным подшерстком. На голове, ушах, передней стороне конечностей и лапах шерсть короткая. Пышная шерсть на задних конечностях от крупа до скакательного сустава. Окрас может быть белого, черного, коричневого, волчьего и оранжевого цветов. Здоровье, болезни. У кляйншпицев могут быть такие заболевания, как Дисплазия тазобедренного сустава, обычно легкой степени тяжести, которая не влияет на жизнедеятельность собаки, и не причиняет ей дискомфорт. Эпилепсия – тяжелое наследственное заболевание, которое проявляется обычно у собак в возрасте от двух лет. Гипотиреоз – нарушение функции щитовидной железы, негативно сказывается на работе всех органов и систем организма. Перед приобретением щенка обязательно ознакомьтесь с его родословной, чтобы избежать в будущем проблем со здоровьем питомца. Ведь шпицы с хорошей наследственностью очень редко болеют и очень долго живут. Содержание и уход. Немецкий малый шпиц создан для того, чтобы украшать своим присутствием вашу квартиру, а во время прогулок по городу ловить взгляды восхищенных прохожих. Этим собакам нечего делать в сельской местности, где и покрасоваться то не перед кем. Для того, чтобы ваш новый маленький друг с первых дней появления в вашем доме чувствовал себя хорошо, заранее подготовьте для него место, которое будет теплым, мягким с большим количеством игрушек, которые можно уничтожать. Не стилите коврик около входной двери и возле радиаторов. Также не забудьте приобрести средства ухода за новым обитателем вашего дома. Вам понадобится расческа с металлическими длинными зубчиками, сухой шампунь, кондиционер на основе натуральных компонентов, специальная собачья зубная щетка с пастой. Расчесывать малого шпица нужно около одного раза в неделю. В период смены подшерстка, вычесывать шерсть этих пушистиков нужно 4-5 раз в неделю. Мыть шпицев нужно крайне редко. Заводчики говорят о том, что структура шерсти может измениться, если шпица часто купать. Некоторые владельцы этих собак даже перед выставками не купают своих любимцев. Запомните, что после мытья шерсть будет сохнуть несколько дней. Для этой процедуры используйте только натуральные средства, иначе шерсть, конечно, будет красивой, но не пышной, а прилегающей. Лучше всего чистить шпица с помощью сухих шампуней. Помимо шерсти, внимательно следите за коготками животного, их нужно периодически подстригать. Не забывайте чистить шпицу ушки и промывать глаза. Характер и темперамент. Эти милые маленькие собачки обладают совсем непростым характером. Конечно, они как и все братья наши меньшие, преданные и верные своему хозяину, любят заботу и внимание, активные и веселые игры. Однако, бывает достаточно сложно предугадать, чем именно желает заняться ваш маленький друг. Собаки этой породы могут быть достаточно капризными от недостатка внимания, ревнивыми, от переизбытка внимания к другой персоне, будь то человек или собака. Надо сказать, что малые шпицы немного эгоистичны. Они, конечно, очень любят своего хозяина, но считают, что и хозяин должен любить их не меньше. У них достаточно взрывной темперамент, который они легко демонстрируют посторонним, если им что-либо не нравится. К шпицу нужно относиться по-королевски, с уважением и почетом, и тогда он отблагодарит вас в полной мере. Питание. Профессионалы рекомендуют кормить кляйншпицев специализированным сухим кормом. Во-первых, корм будет идеально сбалансирован витаминами и полезными питательными веществами. Во-вторых, у малых шпицев иногда могут возникать трудности с пищеварением, поэтому им достаточно сложно подобрать меню из натуральных продуктов. Производители сухих кормов всегда учитывают особенности каждой породы. Главное, чтобы корм был качественным. Приобретайте его в проверенных магазинах, фирменной хорошо запечатанной упаковке. Также обращайте внимание на состав корма, мясо должно быть основным продуктом. Дрессировка, тренировка. Немецкие малые шпицы – очень активные собаки, которые остро нуждаются в регулярных физических и умственных нагрузках. От рождения шпицы очень способные, у них хорошая память и глубокий ум. Однако, если способности не развивать, познания у вашего питомца будут весьма скудны. Ваша задача изо дня в день уделять внимание обучению своего маленького друга. Малые шпицы очень любят лаять по любому поводу. Конечно, от такого поведения никто не может быть в восторге. Поэтому отучайте вашего питомца от этой пагубной привычки с раннего возраста. Также не позволяйте ему грызть окружающие предметы, приучите его грызть только специальные игрушки. Чаще берите малого шпица с собой, куда бы вы ни направлялись, им нужна ранняя социализация, чтобы в будущем, на выставках, они не проявляли агрессию к посторонним людям либо, наоборот, не были пугливыми. Занимайтесь со своим питомцем мини-аджилити и флайболом, он с удовольствием будет узнавать что-то новое и покорять все новые и новые вершины.